Как помочь ребенку, который боится ходить самостоятельно. Однако после первых самостоятельных вылазок, малыш по какой-то причине опять начинает искать опору, а то и вовсе возобновляет ползание на четвереньках. Многие родители удивляются, почему ребенок боится ходить самостоятельно. Казалось бы, совсем недавно он учился подниматься и стоять возле опоры, потом стал осторожно ходить вдоль стены или бортиков любимой кровати. И вот сейчас он пошел. Сам. Первые самостоятельные шаги малыша – это очень волнительный момент в жизни семьи. Почему дети могут отказаться от самостоятельной ходьбы? Все люди разные, поэтому причины, по которым ребенок боится ходить самостоятельно, могут иметь различные происхождения. Рассмотрим вместе самые известные. Малыш вырос в ходунках. Часто случается, что их используют слишком часто, ведь со стороны так весело наблюдать, как чадо носится по всему дому в этих удобных приспособлениях. Однако это имеет и обратную сторону, привыкший «бегать», ребенок не может контролировать свою скорость без них, он просто не представляет. Как это – бегать без ходунков? Актуально, когда можно сажать ребенка в ходунке и джетти, и джетти, и джетти, страх падения. Возможно, малыш имел печальный опыт в первые самостоятельные попытки пойти, упал, а может быть и сильно ударился. Наверное, таких неудачных экспериментов было несколько, и он выбрал более безопасный способ передвижения. Хитрый ребенок. Такие дети тоже часто встречаются, хождение по ограниченному пространству может быстро наскучить, да и утомительно это – быстро устаешь. Поэтому такие дети выбирают менее энергозатратный вариант, например, ползание. Беспричинный отказ от ходьбы. Такие случаи тоже имеют место быть. Иногда сын или дочь просто отказывается пойти самостоятельно, без видимой на то причины. В этом случае можно посоветовать понаблюдать за ним, чтобы понять, чем вызван этот протест, почему ребенок боится ходить самостоятельно и что с этим делать. Как должны поступать родители, когда малыш отказывается пойти сам. Часто родители начинают бить тревогу, ребенку год, а он боится ходить самостоятельно, как ему помочь. Правило номер один – не принуждать его к самостоятельности в ходьбе против воли. Дети, которые боятся ходить сами из-за того, что могут упасть, сильно нуждаются в поддержке родителей. Вдохновить малыша на новые попытки ходить, незаметно для него подстраховать, и вот он уже не так сильно боится ходить сам, без вашей поддержки. Если всему виной лени и хитрость маленького сорванца, то с ними необходимо бороться, например, с помощью совместных игр. Надо убирать любимые игрушки повыше и подальше от хозяина, чтобы у него был стимул ходить и как можно быстрее ее достать. Хотите, чтобы малыш пошел самостоятельно? Уберите подальше ходунки, ваш кроха способен вполне без них обходиться. Как только они исчезнут, он захочет возобновить свои ежедневные похождения только на этот раз без посторонней помощи. Если причина протеста не ясна, то родителям просто нужно выждать какое-то время. Малыш лучше чувствует, когда его организм готов к новому этапу развития. Возможно, что в данный период он физически еще не готов ходить. Если придерживаться этих простых правил, станет понятно, как ребенка научить ходить самостоятельно, не боясь отпустить мамину руку. Как родители могут помочь ребенку пойти самостоятельно? Родители – это самые важные в жизни малыша люди, поэтому их помощь и поддержка – неоценимый вклад в освоение новых навыков. Теперь, когда известны основные причины того, почему ребенок боится ходить самостоятельно, можно найти несколько решений этой проблемы. Эмоциональный фон крохи наполовину зависит от того, что чувствуют его родители. Если мама боится, что он будет ходить, упадет и ударится, вероятнее всего, что страх неудачи передастся и малышу. Если мама не переживает, а подбадривает при каждом новом шаге, то и он чувствует себя спокойно и уверенно, ходит спокойно. Если ребенок боится ходить самостоятельно, без руки папы или мамы, не надо его ругать или стыдить. Это порождает новый стресс и новый отказ от самостоятельного хождения. Похвалить, пожалеть, приласкать, и вот он уже сам хочет сделать ответные шаги в сторону родителей. Физическое развитие – важный момент в решении обозначенной проблемы. Если с малышом постоянно занимаются, делают массаж, утреннюю зарядку, приветствуют водные процедуры, то и организм развивается и укрепляется быстрее. Если кроха постоянно физически активен, то и страх первых шагов ему не грозит. Исследование дома – лучшая активность. Это не значит, что чадо может бить посуду на кухне или копаться в стиральном порошке в ванной. Это означает то, что малыш не должен быть «засунут» в ходунки или посажен в манеж. Конечно, эти приспособления иногда очень выручают молодую маму, но злоупотреблять ими не стоит. Ребенок, привыкший к ограниченному пространству манежа или седлу ходунков, не может привыкнуть к большим расстояниям и вне своих привычных рамок, ему становится очень страшно. Если ваш ребенок, которому один год, боится ходить самостоятельно, заразите его своим примером, покажите дома и на прогулке, как это весело, ходите бегать. У каждого ребенка свой срок, когда он сможет легко и уверенно сделать первые шаги. Дождитесь этого времени, не торопите и не сравнивайте малыша с другими. Как научить ребенка ходить? Когда ребенок начинает ходить?